так небольшая заметка по вот этому ноутбучику asus ewebook моделька 17 дюймовая 1704 в в а пока что пришлось установить десятку в дальнейшем может быть и 11 сама попросит установиться он то рассчитан под 11 но из тех моментов которые как бы чтоб не забыть было был разряжен на половину заряжался он где-то своей зарядкой но часа два два с половиной до полного вот медленно заряжается 45 ватт тут свой проприетарный разъемчик нужно искать на type-c может быть 65 ваттной зарядкой пробовать заряжать родной зарядник второй момент нет для сети сетевого интерфейса rj45 и через usb я вот чтобы установить драйвера пришлось внешне использовать обычный асикса нет вот это второй момент то есть во время установки десятки чтобы установить все драйвера touchpad не работал вот же ничего не работало внешняя мышка нужно и сетевой драйвер не сетевой драйвера канала сетевой адаптер вот и также драйвер чтобы установить десятка когда ставится он не видит диска то есть идет десятка установка одиннадцатая пинда его схавала потому что тут стоит rst драйвер rst он не отключается в биосе биос если на айсай выставить он даже вот этот контроллер обработки сигнала данных несмотря на то что он рст вот этот установил который я ему подсунул деловский но то еще вот этот вот второй он на его десятки не хочет видеть но особо он ни на что не влияет это единственный драйвер который после установки всех драйверов их тут он целая куча идет не обновился но он и жаре не критичный intel-овский видео адаптер процессор 1315ю что еще а ну да драйвер нужно было подсунуть во время установки отдельно на флешку скачал или можно было к установщику под в отдельную папку положить это rst-шный драйвер но он x-шный его надо где-то отдельно разархивировать и подсунуть ему драйвер вот этот умд и тогда он видит диск и пошла установка дальше вот это первая такая штука которая нужна при установке но винда установилась быстро драйвера я же говорю не было пока не было драйверов пришлось это поставить сеть подключить он частично половину установил там такой огромный список был и все равно остальные все только в ручном режиме уже пришлось до установить он их цеплял цеплялся от 11 винды все драйвера от 11 винды но он их все про хавал без вопросов да и мысль потерял а ну то установилась а потом еще момент тут те же драйвера от 11 винды в папке утилиты они идут их тоже надо скачивать там и некоторые тоже добавляют но для управления вот этими кнопками фанкшн которые вверху которые работают сочетание от яркость регулировать ярче-меньше хорошие краны песни до чтобы их установить надо ставить приложение вот это asus овская его родное вот и в нем уже менять где-то тут параметрах устройства тут можно дополнительно менять вот функция только функцию когда приключаешь нормальный режим она так заблокирована разблокировать ее она написано function escape заблокировка разблокировка наверно я не пробовал то есть либо в приложении разблокируются эти функции потому что ими удобно управлять тут подсветка клавиатуры чем удобно больше меньше отключить вот регулируется и тому подобное здесь же обновление системы сейчас обновилась она потому что история обновлений обновил bios с 302 до 303 до последней версии на всякий случай наперед вот что еще это по настройкам сама система ну вот одиннадцатая винда это 6 ядер 8 потоков 24 стандартных как он тут правильно показывает тут по моему логические процессоры 2 и 4 и 4 энергоэффективных вот память вот это недостаток этой модели он идет комплектации 8 гигов 8 гигов но они поставили всего одну планку памяти память микроновская на 3 2 частоте работает 3 2 и для того чтобы добавить второй слот памяти это его надо или снизу крышку разбирать или распанахать весь чтобы добавить я не знаю где она сверху или снизу я его не открывал новый и поэтому вот это недостаток то есть либо обращаться в сервисный центр чтобы гарантия не слетела либо аккуратно самому добавлять планку потому что он хоть и резво работает в принципе для работы нормально но все-таки хотелось бы резвее есть такая возможность вот это основной недостаток что по этой модели ну и конечно вот тут еще да вот когда я запустил а виду ну простой температура вот 45 50 то есть тоже пожлобились они на охлаждение охлаждение здесь снизу подтягивает воздух и вторец туда выдувает одним вентилятором но она видно его и его уже он уже на одеяло не положишь не покладешь на кровать надо на ровную поверхность располагать его чтобы снизу воздух подходил или действительно подставочку все-таки придется купить тут такая система охлаждения именно подойдет вот и но это как бы не самые лучшие температуры там всего одна трубка такая для охлаждения вот тут они позлобились такая модель недешевая все равно и что-то они так он тоненький да но можно было две трубки по сделать или как-то это то что как бы на первый взгляд не особо приглянулась и при стресс-тесте только что его запускал сделал на всякий случай но он поднялся до 90 градусов тут в пике до 90 поднялся сразу вентилятор начал там три тысячи чем-то оборотов крутить но чуточку слышно но не так чтобы а потом начал сбавлять и частоты сначала частота была там 3234 потом чуть сбавил частоты из-за температуры превышающей и опустился до 2 и 9 2 и 8 и стабилизировался на 82 градусах что тоже для вот скажем нового изделия которая так греется на процессоре одном без видеокарты странновато поэтому это из как бы таких недостатков которые можно отметить в повседневном режиме понятно что он не для игр то есть как бы его будет достаточно а вот диск здесь стоит хороший скоростя его то есть он наверное если экспресс 4.0 500 к стоит ну понятно что память он в аиде показываете вот это прочь raptor lake 15 ватт тдп у него и так температуры греются как так можно я не могу понять что это за охлаждение просто не укладывается на голове 2 и 4 8 x 1704 в и памяти не адаптирует почему-то приложение новая свежая вот один слот ddr4 микрон стоит то есть если покупать надо микроновскую одну покупать на 8 его вы добавлять чтобы 16 потому что второе слот пустой но графика тут и hd графика в принципе там как они на как 730 а вот и hd дети такая эта штука графику также показывает raptor lake 10 нанометров память уж этой пользуется из-за того что вот это один канал памяти вот и пропускная способность и чуть-чуть и хотелось бы получше он согласно как и процессор но чуточку больше что-то показывает вроде бы все так опова этой модельки вот есть вопросы к осусу почему так они плохо подошли к охлаждению но остальные все функции вроде так нормально работает пишет что двухканальный тип возможность но активный режим час single channel один канал работает с его и вот по памяти эта штука а так приятный ноутбук конечно в принципе большой экран хороший экран все остальное уже наверно в процессе как бы второго захода если что-то вот после установки 438 свободно ну там еще отгрызана я поставил точку системы восстановления она отгрызла 10 гигов своих 2 процента чтоб на случай если там обновление пойдет криво какое-то что подкатить до точки восстановления поэтому тут 10 гигов можно отбросить еще будет больше он и свет выключили ноутбук работает ну поэтому и буду заканчивать такая заметка благодарю